Сейчас, сейчас, сейчас Пусть не плачет Но завидует нам тот, кто не летает Потому что мы летаем на красивых самолетах Потому что красивых самолетов не бывает Потому что мы летаем на красивых самолетах Потому что красивых самолетов не бывает Беклый снежный И все быстрый лайнер Это что-то Элегантен Грассозен Восхитительно Прекрасен И, поверьте, красоту нельзя отнять У самолета Даже если Совершенно Цвет зеленого Мирожный Разукрасить И не важно Куполь боев Или аэробас трехсот Посмотрите Как он рулит по перрону Как взлетает И поймете И, поверьте, не бывает Некрасивых самолетов не бывает Потому что Некрасивых самолетов не бывает Аббонир В? Зацепить Подписывайтесь В? 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 Вы поймёте, не бывает некрасивых самолётов, Потому что некрасивых самолётов не бывает. Не бывает. Не бывает. Не бывает. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Геннадий Жаслева можно чуть добавить в следующую песню о том, что не бывает не только некрасивых самолётов, Не бывает бывших звёздов, инженеров, что не бывает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Самый красивый, пусть все одно, Однажды судьба приземлится, Но небо вернется, но небо приземлится, Давайте так ясно, но буду ждать. И вряд ли вы поспорите со мной, Нам в этой жизни повезло летать И провести по жизни над землей, Нам повезло немало поведать Небесной заморской красоты, Петендрой счастье испытать Не раз когда сбываются мечты, А то, что все когда-нибудь Пройдет, я, как и все, конечно, понимал, Но что внезапно так произойдет, Все это даже не подозревал, А синее небо останется синим, И наша профессия самая красивая, Пусть все нам однажды судьба приземлится, Но небо вернется, но небо приснится, И буду летать я и слева, и справа, С учетом ошибок и взятых поправок, И с темой небесной вовек не расстанусь, И бывшим пилотом, конечно, не стану. Давайте. Аплодисменты У наших совместных с лиховым концертом есть одна положительная сторона, Это то, что мы поем песни разные по-разному, а есть и не очень положительная сторона, Потому что, при всем желании, ни один из нас не может спеть, Во-первых, то, чего сам хочет, во-вторых, то, что хотите услышать, Поэтому приходится выбирать, как выбирать людину из-за людей. Следующий птич, называется «Очень». Это в этом году, в феврале, мы были в аэропорту, Поферней в городе Уфарк, у нас концерт был совместный, опять же, с наколами. А на следующий день, 9 февраля, нас пригласил Сергей Негубов, его друг, На родном Перушина, который находится в 30 километрах, В Курмане, где-то маленький родном, Где летают на маленьких самолетах, Где прыгают с парашютом, И, всевозможные, прелесть, любить ли-либо. В Новосибирске, такое родное мочище, В Сургуте баравая, И, в общем, много таких. Но эта песня, как говорится, про бомб, то есть про аэродро Перушина. Нет, вы меня послушайте, Ведь я вам, говорят, не стану. Я ярких впечатлений давно не получал, И тут друг бас Перушина, Негаданно, нежданно, Аэродром Перушина. Вот это я попал. Да я попал, как будто бы, в другое измерение, Где замыслы и помыслы все цело знали, Мечту и преодоление земного притяжения, А также воплощение указанной мечты. С Николаем нас вначале на саваннах покатали, Это маленький, но очень симпатичный самолет. А потом на автожире мы над озером кружили, И еще парашютистов с АНД-2 бросали. И было много всякого ужасно интересного, Увидено, услышанное, всего не описалось, Но яркие события дня зимнего воскресного, Пока я в твердой памяти, я буду вспоминать. Ни гипербола и, наверное, ни параболы не будет, То, что там у них творится, просто даст фантастишкись. А создали эту сказку удивительные люди, Те, что вместе в этом месте почему-то собрались. Поразили меня просто удивительные люди, Те, что вместе в этом месте почему-то собрались. Там люди ненормальные, в хорошем смысле слова, А как еще фанатов авиации назвать? А что для счастья нужно вам, спросите там, Любовь, летать во-первых, скажут вам, А во-вторых, летать. И хоть я с авиацией знаком, не понаслышке, И думал, что полетами меня не удивить, Но это было здорово, девчонки и мальчишки, Аэродром Первушина вам стоит посетить. Я просто всем советую, девчонки и мальчишки, Аэродром Первушина вам нужно посетить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не знаю, у меня в мониторе или в зале тоже, Мне кажется, что это голос, гулка идет, нечетко. Ну, как слышно в зале? Соотношение гитара-голос. Что-нибудь надо изменить? Мы сейчас подскажем. Я бы чуть старенько. Что-нибудь? Чуть? Стренько чуть. Ну, это сильная строга. Это сильная строга. Голос идет в голову, но девчонки просмотру. Разборчивая, но не пропонят. Денис, вот эту песню мы не отметили. Там есть такая, когда летишь на восход, минусовка, да? А я просто скажу, когда мы были с Николаем в эфир, подошли ко мне коллеги по работе, по специальности, и дали мне диск с минусовкой, но вот одну из моих песен, которую я раньше пел просто по гитарам, когда летишь на восход. И в этом варианте споет, потому что, наверное, по мне совсем нравится. Но. Только она там громкая сразу. Когда летишь на восход, Ужасно хочется спать. И город Владивосток. Я не люблю посещать. Я не люблю по три дня. В одной гостинице жить, Где пить, конечно, нельзя. Но невозможно не пить. Когда летишь на закат, То спать не хочешь совсем. Люблю летать в Миноград, В Москву летать, люблю в Север. Про Сочи и что говорить? Тут все понятно и так. Там можно даже не пить. И все равно красота. Когда летишь, как туда. Короче, путь по прямой. И больше всех, я всегда Люблю дорогу домой. Люблю войти не скучать И не стукнув тишины. Смотреть, как птика сапят Во сне мою, пацаны. Люблю войти не скучать И не спугнув тишины. Смотреть, как тихо сопят Во сне мою, пацаны. Спасибо. Игорь Негода У меня с прошедшего концерта в этом зале появилось достаточно много новых песен, которые хочется показать. Например, следующая песня про рыбалку, рыбаки, залезь, вот вижу, если меня поймете. Совершенно случайно, я для тебя, которые рыбу не ловил, небольшой, поэтому песня получилась совершенно случайно и быстро. Большая рыба, она такая глыба, и вот сейчас я держу ее в руках. И вам могу я сказать без перегиба, что нет счастливей сегодня рыбака. Друзья, поймите меня вы и простите, и не смотрите завистливо и зло. И вы могли бы поймать большую рыбу, поймать, но одному мне сегодня повезло. Кто не рыбачил, для тех немного, значит, большая рыба, когда она клюет. А для тех, кто в теме, свихнувшиеся племя, отдать немало, готовы за нее. И днем, и ночью, в любое время года, рыбак на речке всегда как на посту. И не страшит нас любая непогода. Мы присягнули все рыбьему хвосту. Друзья, поймите меня вы и простите, и не смотрите завистливо и зло. И вы могли бы поймать большую рыбу, поймать, но одному мне сегодня повезло. Друзья, поймите меня вы и простите, и вы поверьте, что всем желаю я. Поймает каждый из вас, пускай однажды хоть раз, большой рыбу чуть поменьше, чем моя. Поймает каждый из вас, пускай однажды хоть раз большую рыбу, чуть поменьше, чем мы. Поймает сахарный. У меня три любимых женщины, жена, авиация, рыбалка и осень. Они, может быть, немножко не в том порядке стоят, но по количеству песен, которые на эту тему написаны, наверное, на последнем месте рыбалка. На втором, наверное, на осень она жена, и жену опережает. Забудится в октябре, разве неудачно? Поймает. Светел и прозрачен, лес манит своей тиши отдохнуть от дел. Ой, из далека, далеко плывут облака, синева глубока, глубока. Лес прозрачный и пустой, коль не наслаждение. По проселку завернуть, мимо лжатых нив. И в березовый настой запахов осенних. Окунулся с головой, обо всем забыл. И не спеша слушать, как кликует душа. Чуть дыша и листую шурша. Музыка. Музыка. Не вчера и смеялись сны Лето не кончалось, обмелела холода, как табурка река Три недели до зимы все, что нам осталось И как водочки плывут вместе с дальниками Лишь иногда заребит под ветром вода Не беда ли, это не навсегда Заблудиться в октябре, то ли неблаженно По осенней тишине, бросив все дела Побродить наедине с памятью из детства Лес прозрачен, воздух чист и печаль светла Лес прозрачен, воздух чист и печаль светла В этом году, этим летом, вернее осенью Мы первый раз в жизни побывали в Крыму Ну, надо сказать, что такое очень замечательное событие Еще очень долго будет вспоминаться Когда принимали там, думали о том ехать, не ехать Было много противоречивых отзывов Тот, кто говорит, что вам по ним понравится Что там какой-то сервис плохой Другие говорят, что наоборот здорово Вот, ну, самым, наверное, весомым аргументом В пользу Крыма было то, что Какой бы там ни был сервис А красоту ее все равно за деньги не купишь Вот если она есть там Вот эти замечательные горы Это совершенно синее море Шикарное, то Никуда она не денется Независимо от Вот, на самом деле все оказалось Гораздо доброй Даже лучше, чем мы предвкушали Вот Но вот эта песня была написана Еще до того, как мы туда поехали Вот Она так и называется Поехали в Крым То есть Это была Петь как-то Предчувствие, что ли Претисловие от него Ну и К счастью, все оправдалось Там в конце тоже проигрыш Наверное, лучше арешивай Не знаю, ничего не было сговориться Ну что мы сидим Будто делать с тобою нам нечего Ну что мы глядим Так уныло с утра и до вечера Ну что мы грустим Будто нам с тобой сахару не дави Поехали в Крым Там синее небо и черное море Такое же сие Ворчание прибоя и горы Всегда обалденно красивые И там исчезают куда-то тоска И хондра и бессилие Поехали в Крым На белый песок или серую гальку Не важно, без разницы Пусть море нас лечит, ласкает, играет, смеется и дразнится И пусть навсегда в нашей памяти Это блаженство останется Поехали в Крым Я буду там петь под гитарой Бубенсонет про звезду мою И я расскажу тебе сказку Которую там же придумаю И чтоб ты смеялась Я скорчу гримасу смешную Угрюную Поехали в Крым Пусть это блаш или бред И каприс или так в заблуждение Мы будем с тобой смаковать Каждый час, каждый миг наслаждения И это мое наваждение Не подлежит обсуждению Поехали в Крым Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Наверное, сильно громко раз Это песня какая-то Ее шопотно не споют Следующая песня Одна из самых популярных, наверное, песен Взывается на поэзии полета Я, кстати, пользуясь случаем Проанонсирую Концерт в Санкт-Петербурге Под названием поэзии полета Будет 23 января 2016 года Если кто сможет приехать Будем продвинуть Концертный зал Аврора Объявление уже тоже есть на сайте Пусть говорят, профессия опасна И лучше тем, кто ходит по земле А я люблю смотреть Смотреть, как звезды гаснут На самолетном стынущем крыле За горизонтом лечу Встречать рассветы Любуюсь вновь за облачной дорогой Пускай мне позавидуют поэты Когда я поднимаюсь над землей Пускай мне позавидуют поэты Когда я поднимаюсь над землей О небо дарится яркие мгновенья И для того на свете стоит жить Чтоб вновь преодолеть земное притяжение И снова радость взлетом ощутить За горизонт лечу Встречать рассветы Любуюсь вновь за облачной дорогой Пускай мне позавидуют поэты Когда я поднимаюсь над землей Пускай мне позавидуют поэты Когда я поднимаюсь над землей Мой труд порой блеснет рассинкой пота Там, где свинцово дышит облака И все ж моя поэзия Поэзия полета И в каждый вылет новая строка За горизонт лечу Встречать рассветы Любуюсь вновь за облачной дорогой Пускай мне позавидуют поэты Когда я поднимаюсь над землей Пускай мне позавидуют поэты Когда я поднимаюсь над землей Пускай мне позавидуют поэты Спасибо! Спасибо. Денис, очень, что-то пухает прямо, очень сильно. Самые низкие низы, которые надо точно прибирать. Просто губом идет. Следующая песня из иранской темы, попросили не оставить ее без внимания. В свое время мы выполняли командировки, летали в Исламской республике Иран еще на Ту-154. Это была возможность поправить материальное положение в 90-е годы. И самое главное, для чего послали, это получить опыт международных полетов. После Ирана уже открывалась дорога в Европу, по всему миру, кого как получалось. Я вот до Америки не долетел. В остальном получилось полетать. А эта песня написана, значит, она от некоторых водит заблуждение, поэтому поясню. Там, вернее, в Машкаде я познакомился с Александром Шиперовым. Он сам, значит, работал инструктором в Бугу-Руслане, там, по-топственной династии. Отец летал, он летал, сын летает сейчас. И на тот момент, значит, у них готовилось отмечание 20-летия выпуска. И мама, значит, просто попросил, говорит, может, что-нибудь напишешь? А у меня-то была мелодия, в голове крутилась, а темы не было. Ну и как-то, значит, очень быстро получилась такая песня. Но если ее слушать, то можно подумать, что я учился в Бугу-Руслане. В Бугу-Руслане я отлетывал в свое время летную программу, учился в Активинске, на нашем доме. Поэтому я знаю там такие названия, как Кинель, например, Речка. Я пошел по Тегерану погулять. По широким шумным улицам его. На меня здесь абсолютно всем плевать, да и мне об них не нужно ничего. Бесконечный вид потоками машин. Он гудит, как будто здесь пчелиный рой. И на фоне ослепительных вершин, как гигантский муравейник под горой. А Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. В Бугу-Руслане. 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 Парвас Джиде Парвас Джиде Парвас Джиде Парвас Джиде Нам в марте и апреле Не поболеть с прохмелья И будет киснуть зелье Но то не наша власть Нам в марте и апреле Почти не до веселья И как лосось на нерест Полонник прет на хаш Парвас Джиде Зачитанный Коран И под крылом зарезанный баран Парвас Джиде Ликует весь Иран И нам пора И валят косяками На Джиду и Акрафты И может был неправ И усмешку затаит Когда летишь на Джиду Не упускай из виду Что там такой персидский По трассе есть залив Парвас Джиде Заривить Агеран Парвас Джиде Ахвас и Абадан Парвас Джиде Мечта всех мусульман Из разных стран Затарившись товаром Чтоб дома сдать наваром Чтоб хадж прошел недаром Летят они назад Цветами их встречают Целуют и хачают Хаджами величают Почти боготворят Парвас Джиде Особая стадля Алякум ассалам Саудия И не забудет Кто и дал хоть раз Жиде Парвас Почти не вынимая Себя из самолета На время забываем Про прочие дела И только успеваем Просольные боты Стирать свои сорочки И бренные тела Парвас Джиде Горячая пора Парвас Джиде С утра и до утра Парвас Джиде Сегодня и вчера И завтра Парвас Джиде Зачитанный каран И под крылом Зарезанный баран Парвас Джиде Ликует весь Иран И нам баран С Николаем Примерно договорились Что где-то по час двадцать У нас будут эти отделения Конечно многовато Но мы дорвались До аудитории Следующая песня новая Она не то, что песня новая Просто недавно Тоже под ней сделали Минусовку И я все себе Это на концерте Не особо никого И давайте вернемся Субтитры создавал DimaTorzok Давайте вернемся В холодную позднюю осень В ту позднюю осень В зиме, когда мы облетели В ту позднюю осень Где завтра зима и метели Давайте вернемся Давайте у Бога попросим А там первый снег Перемешиваем с дорожной грязью Из веток срыв Нам костер Разгораться не точит Давайте вернемся Ведь я не просил у вас ни разу Давайте очнемся Холодной ноябрьской ночью И небо обрывки Там ветер куда-то уносит И кисти рябина От первых морозов застыли И так неуютно Но все ненадолго отбросит Давайте вернемся Туда, где мы сейчас Смелых были ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И небо обрывки Там ветер куда-то уносит И кисти рябина От первых морозов застыли И так неуютно Но все ненадолго отбросит Давайте вернемся Туда, где мы счастливы были ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот мой товарищ Паша, он же Паша Техник Санкт-Петербурга, организатор и основатель группы ВКонтакте, в один за характер официальная группа, которая создана для того, чтобы анонсировать концерты, для того, чтобы там выкладывать радиозаписи, видеозаписи с концертов и так далее. Вот он мне прислал, также ВКонтакте, говорит, я тут познакомился с обалденным человеком, Илья Рикольников, работает, как сказать, директором маленькой посадочной площадки на Белом море в деревне Лобшинга. Он пишет стихи, он член союза писателей, он корреспондент, в общем, какой-то. И вот он мне сразу прислал его стихи, одно из стихотворений, я просто взял гитару и сразу его спел, то есть там ничего не нужно было практически придумать. Но сейчас она маленькая, конечно, отвисилась, каждая песня сначала появляется, потом отвисается, приобретает свой уже такой постоянный, наверное, не видно, как, ну или так. Я отправил эту песню Илье с разрешением использовать его стихи. Разрешение было получено, так что сейчас я уже представляю нашу эту песню. Называется она «Маленькие русские селения», музыка Вадима Захарова, слова Ильи Кольникова. Рыжая до пояса трава, мелкий березняк среди дни погвозов, в огородах жалкая ботва, черная от утренних морозов. А за нею гордятся дома, у свинцовых волн под небом мрачным, скоро-скоро станет тут зима, щели пухом забивать гагачим. Я Рубцовским памятным стихом Встретил потемневшие избушки, Мой отбой вновь качнул крылом, Мы опять на луг, аэродром вышли, Деревенские с дорожки Увязали накрепко в пульки Злой гостиниц рыбу до мороженых, Машку самолету сняв кладки крестят пассажиров на дорожку. Молодость, наверное, не поймёт, Сколько в этих проводах печали Расстаемся с внуками на год, А в глазах вопрос не навсегда. Пьё с янтарной ягодою чай, Что мизинским солнцем обогрела, Ты, деревня, жидкая, не скучай, Прийти на будущее лето. Вот и стали ночи по судьбе Звёзд высоких радостней горения, Защитит, спасит звезда полей Маленькие русские селенья. Защитит, спасит звезда полей Маленькие русские селенья. Маленькие русские селенья Звёзд и прорезы ядеря вне Чтобы им указать звезда Мы не приходили вне для того, чтобы напомнить, для того, чтобы не сбиваться, как она. Вопрос этот возник, что за Рубцовский памятный стиль вспоминает. Сейчас в интернете все можно найти, я набираю. Калай Рубцов, первое, что значит, попадается, это звезда Павлия. Ну, я не знаю, я просто опять же ткнул, в Ютубе там, наверное, вариантов 5 или 6. Песни, знаете, стихи. Я предназначу свою, да? Сейчас. Да, ничего. Звезда, поверь, в Англии заледенела. Остановившись, смотрит по лынью. Уж на часах двенадцать прозвенела, И сон оккультала родину мою. Звезда полей, минуты потрясений, Я вспоминал, как тихо за холмом. Она горит над золотой осенним, Она горит над зимним серебром. Звезда полей, горит, не угасая, Для всех тревожных жителей земли. Своим лучом, приветливым, касаясь Всех городов, поднявшихся вдали. Но только здесь, в Англии, заледенела. Она воскорде ярче и полней. И счастлив я, пока на свете белой, Горит, горит звезда у моих полей. И последней школьной – скачайте. Скачайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я тем тихо прожитал, но что ж ты так удержал? Я промолчал, а что сказать, ну что и сказать? Я найти ее опять, хочу ей больше не терять От любви, как от себя, не убежишь В краю любом, в году любом, так много песен про любовь Все потому, что про любовь вся наша жизнь В краю любом, в году любом, так много песен про любовь Да потому, что про любовь вся наша жизнь А на небо мне легко достать рукой Натянуться просто до любого облака Улететь и далеко, и высоко И вернуться вдруг, и оказаться Около, оказаться снова около тебя И опять смотреть в глаза твои красивые Те глаза, что на меня глядят, любят И бездонны, словно это небо, а си в небе Поделись улыбкою своей Нам уж точно не о чем печалится Наша жизнь из самых лучших дней До сих пор было и дальше не кончается Мне, конечно, нужно больше про любовь Говорить тебе и звать тебя красавицы Если хочешь, я возьму тебя с собой В наше небо, и оно тебе понравится Прогуляемся по белым облакам А потом еще прокатимся по радуге И придумать я смогу наверняка Что-нибудь такое, чтоб тебя порадовать Поделись улыбкою своей Нам уж точно не о чем печалится Наша жизнь из самых лучших дней До сих пор было и дальше не кончается До сих пор было и дальше не кончается До сих пор было и дальше не кончается До сих пор было и радость не кончается Спасибо, спасибо за внимание Динис, по-богу Динис, по-богу Не ходите, пацаны, в авиации Субтитры подогнал «Симон» ПЕСНЯ Рассвет ядва коснулся крыщи, Ты еще, наверное, спишь. Кыш, иногда улыбка бродит по щекам, А в небе дождик моросит, От самолета тень скользит. По облакам, по облакам, А в небе дождик моросит, От самолета тень скользит. По облакам, по облакам. Я был за три лет в зиме, Я пролетал через метель, Но снова тень отдав далеким городам. Я так люблю лететь домой, Чтоб снова встретиться с тобой. По облакам, по облакам. Я так люблю лететь домой, Чтоб снова встретиться с тобой. По облакам, по облакам. Мне в этой жизни повезло, И стороной отходит зло, И мой маршрут по замечательным местам. И благодарен я судьбе, Что вновь несет меня к тебе По облакам, по облакам. И благодарен я судьбе, Что вновь несет меня к тебе По облакам, по облакам. И благодарю меня судьбе, что вновь несет меня к тебе, облака, облака. Субтитры создавал DimaTorzok Кто-то бросил облака, яблака, и несет его река вдаль мегка. И в ночи не звук, не ветерка, и луна, как в облаках, яблака. А лето через пару дней кончится, Боже, да чего же мне хочется. И рябина на губах так горько, И луна, как в облаках, яблака. 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 Сейчас мы закончим. А после перерыва вы калая не съезд. Но на прощание, мисс, красивая работа. Кто позвал тебя за горизонт? Кто тебе сказал, что тебе все это не нужно? И какой бесспорный был резон Рваться в небеса через все преграды. Просто даже в слове высота Слышится романтика полета. Самая красивая работа Связана с желанием летает. Летает. Оглянись назад без следы. Вряд ли сможешь ты сам себе ответить строго. Кто из вас дорогу выбрал? Кто из вас дорогу выбрал? Ты или же тебя выбрала дорогу? Вечно в этом слове высота Будет неразгаданное что-то. Самая красивая работа Связана с желанием летать. Кто из вас дороги Расслышка Кто из вас дороги decides Неразгадан На Вещь в этом слове высота Будет неразгаданная, что-то Самая красивая работа Связана с желанием летать Связана с желанием летать Связана с желанием летать Связана с желанием летать